Бивер Йорк Предками бивер-йорков без сомнения являются эркширские терьеры. 20 января 1984 года на свет появился первый щенок породы бивер-йорк, оба родителя которого были чистокровными йорками. Произошло это у немецких заводчиков, которые работали с йорками уже около 20 лет. Необычного щенка назвали Снежинка. Он отличался от других йорков своей ватной шерстью непривычного для йорков окраса. Снежинка заинтересовала заводчиков и они решили закрепить такие признаки и вывести новую породу, которая будет отличаться от йорков. Таким образом, в 1988 году новых черно-белых йорков впервые представили на выставке. Год спустя порода была зарегистрирована в Германии. Окончательный стандарт породы был подписан в 2007 году. Главными отличиями бивер-йорков от чистокровных йорков является прежде всего структура шерсти. У йорков она похожа на человеческий волос, а у бивер-йорков она на ощупь как вата. Также есть отличия в окрасе. У бивер-йорков окрас имеет сочетание черного и белого с золотистым. Причем эти цвета расположены симметрично и создают эффект гармонии. При первом взгляде на бивера появляется впечатление, что это безгранично веселая, энергичная и игривая собака. И в действительности все именно так. Бивер-йорки активные, умные, жизнерадостные и уравновешенные домашние питомцы, которые, впрочем, иногда бывают чересчур упрямыми. Поэтому в воспитании миниатюрных собак необходимо проявлять терпение и твердость. На протяжении всей жизни у биверах сочетаются детская открытость и сильный характер. Они невероятно любознательны и при правильном воспитании с легкостью усваивают то, что можно делать, а что нельзя. Бивер-йорк – это миниатюрная пропорциональная собака с красивой шелковистой шерстью. Максимальный рост бивера – 27 см, вес 3,5 кг. У бивера компактный корпус, прямая спина, прямые конечности с маленькими округлыми лапками. Голова небольшая, пропорциональная, переход от лба к носу ярко выражен. Глаза среднего размера, темные, уши треугольной формы, стоячие. Хвост высоко посажен, не купируется. Шерстный покров бивера – это главное достоинство породы. Шерсть очень длинная, достигает земли, прямая, шелковистая, будто спадает красивой мантией по бокам собаки и образует ровный пробор вдоль по всему телу, от головы до самого хвоста. При этом шерсть не скрывает пропорции собаки. Хвост также покрыт шерстью, не купируется. Палитра окраса у бивера самая разнообразная. Окрас может быть бело-голубым, голубым, черно-белым, черным с белым жабо. На голове встречаются белые, черные, голубые и золотистые пятна. Грудь, живот и лапы у бивера всегда белые. У бивера нередко встречаются наследственные заболевания, поэтому приобретая щенка, необходимо изучить его родословную. В особом уходе нуждается и шерсть бивера. Если собака не участвует в выставках, будет удобнее подстригать ее под щенка. После мытья шерсть собаки необходимо высушивать феном и параллельно вычесывать ее. Шерсть между пальцами и вокруг лап, а также на ушах необходимо выстригать. Вам необходимо также предоставлять питомцу обязательно ветеринарные осмотры и прививки, а также следить за сбалансированностью питания. Биверы – долгожители, они живут до 15 лет. Они очень активны и нуждаются в играх и обучении командам. Им необходимо постоянное участие хозяина в их жизни. Эти собаки очень привязываются к людям и не терпят одиночества. tussen водослов 통çoов с пустой и överens. Продолжение следует. Продолжение следует...